Третья возможная альтернатива — это интерпретируемые языки. В таких языках отсутствует непосредственная фаза компиляции. Давайте посмотрим, как это работает на примере какого-нибудь языка, например, языка Perl. Первые фазы будут совпадать с тем, что мы видели раньше. Сначала идет проектирование, за ним идет программирование. После этого мы получаем программу на языке Perl, это один или несколько файлов, и это является непосредственно программой. В тот момент, когда мы захотим запустить эту программу, нам нужно будет скормить ее специальной программе-интерпретатору. Интерпретатор в момент выполнения скомпилирует программу во внутреннее представление и дальше будет производить трансляцию команд уже для конкретного процесса. То есть в интерпретаторе будет одновременно компилятор и некоторая виртуальная машина. Такой подход работает не только для Perl, но и для всех скриптовых языков, например, PHP, Python, Ruby и другие.